в общем то что я м м а россии м м сложно перейти сверху на вторую переход есть дополнительная Вот берёшь у себя моль и вот этим пальчиком сжимаешь вот этот клапан, который ближе к тебе, который будет до. Вот попробуй здесь сначала. Попробуй так. Так, ну давай прямо отсюда начнём. На этих нотах крещенда стоит. Вот опять выйти на портел. Давай ещё раз попробуем это сыграть и выполнить это крещенда. Это очень важно. Отсюда. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот здесь наследие из-за интонации срывают из тебя звуки. Так, давай доиграем дальше. В следующую фаску подойдем. Вот обрати внимание, здесь ты ретанута. На этих двух восьмых нужно замедлить и сыграть не как две восьмые, а помедленнее. И дальше от темпа, то есть прежний темп. Давай с этой фаски сыграем. Теперь мы с тобой работаем над культурой звука к культурой звуковедения. Культура звука это, во-первых, оформленный тембр, интонация, чтобы не плавала, была точная. Правильно выполнение штрихов. Добавляйте тебя, ну, когда соль удобно, провозьмем сигнале, чтобы атака была хорошая. Мягкая атака, возьми. Звук должен жить. Во-первых, начало звука должно быть оформлено, хорошее. Потом звук тянется, живет и заканчивается. Плавно так же разница. А ты не тяни, так вот сильно уже делаешь. А просто вот живет, он идет, 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 и округли. И все, не надо так сильно. Не понял ты. Взял, звук идет. И все, ты так. Закончил. Вот, все. Так. Давай попробуем теперь, поработаем над интонацией, чтобы интонация у нас не плавала. Возьми сначала на пиано звук и сделай крещендо. И потом опять иди, чтобы ни вверх, ни вниз, никуда интонация не уходила. Вот, пробуй. Держи, держи, держи. Да. Все. Теперь возьми громко, громко, на форте, и иди на пиано. Только не стреляй звук, не форсируй, а также мягкая атака, так и громко. А больше, громче. Возьми больше фото, сделай. Интонация лишь понижается немножко. Сделай, чтобы интонация не понижалась. Также держи дыхание и все. Давай еще раз. А у вас играем всегда москуту-мажор. В одну октавку, в одну. Нет, нет, нет. На даташе, даташе. Это отделяем нотки. А теперь сыграй, чтобы было так определенной, определенной атака была. И дыр не делай между нотами, чтобы одна линия идет, только ты нотки отделяешь. Чувствуешь, задуваешь нотки немножко, а ты наоборот, ты их бери как бы немножко определённей, определённо взял та, 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 а не та, та, так, попробуй ещё раз. Видишь, плава, та, возьми, до, возьми нотку, до, и чтобы она держалась, плава, дожи, видишь, что там же, старайся на выходе, ещё раз возьми её, закачиваешь, раз, брать, до, теперь соль нотку, соль. Видишь, ты опять взял та, и как бы идёт это, к раздуванию, да, у тебя, интонация. Возьми ещё раз, только та, и держи, прям. Видишь, как закончилось? Если даже дыхания не хватает, лучше округли её к окончанию. Вот сейчас возьми, на полное, сколько есть дыхания, на полное, возьми полностью. Если чувствуешь, уже это, дыхание кончается. Аккуратненько закончи, но не спасися, ааа, не выжимай всё. Попробуй на полное дыхание сейчас. Попробуй, даже не плавай. Старайся, чтобы прямо, как стрела идёт. Возьми тааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а это было с тобой на стакката сыграть только нотки до, до нотки соль до соль и до 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 соль и до до нотка хоть и стакката но должны нотки круглые быть как катники по а а теперь до до от соль до до попробуют пальчики должны вот так привыхать еще раз а вверху виша уже не стакада получилось а уже ближе к этой ше попробуй чтоб все было на та 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 а нижнюю ноту протяни до тааа и закончить аккуратненько трогалось делать тааа 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 а то же грань к плавным что было и не то а а а а а а а быстрее чтобы дыхание хватило на себя так же кругленько я одненько сделал, давай еще раз давай теперь поработаем сверху, чтобы мы наркат так то есть звук должен жить так же, акцентики должны сначала звук большой и как угасает одновременно он не должен раздуваться так же следить за интонацией соль попробуй, сначала соль так же на дыхание держишь так, так, так так, так я не знаю, что сыграет, что такое мерката пам, пам, пам не забывай, звук должен жить так же то есть звук все медбро Мы стреляем в интерфейс. Сегодня мы поработаем над культурой звука и культурой звуковедения. Первый звук – это собранный тэбор, оформленный, интонация, чтобы должна быть ровной, не плавала, правильное выполнение штрихов. Сегодня над некоторыми этими метками мы с собой поработаем. Вот возьмем над культурой первой октавы. Я хочу сказать, что звук имеет свое рождение. Сначала звук – атака, потом он живет, идет, да? Это… Ну, живет он после атаки уже. Потом звук имеет свой конец, окончание. Снимаем звук, да? Сейчас возьми мягкой атакой и, подожди, попробуем сделать сначала крещендо на звуке соль. Потом уйдем, демидуэндо сделаем, да? И когда будешь делать крещендо, следи за интонацией, чтобы звук не понижался. Когда будешь демидуэндо делать, чтобы звук не повышался. Попробуем. Сначала возьми на пиано и крещендо. Чувствуешь звук пьется вот так, плавая? Сделай аккуратненько. Сразу делай, потихоньку выйдет. Звук заканчивается плавно, аккуратненько. Попробуй закончить его, что-то не так. Так, суп, тат и все. Просто раз, округлил и закончим. Все, у нас получится хорошее, так, с мягкой атакой. Теперь возьмем на форте, на форте громко возьмем и уйдем на пиано. Я буду считать до шести, да? Давай. Атаку лучше сделай мягче. Не стреляй, аккуратненько. Аккуратненько. Та, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь возьмем наоборот. Пиано на пиано и выйдем на форте. И звук закроем на та, та. Разница есть? Вот, звук все время нужно делать, чтобы он округленный был. Так, теперь мы возьмем гаммочку и сыграем в штрихом дэдаше, начать деляя. При этом надо следить за темпом, чтобы в одном темпе было. Между нотами нельзя делать пауз. Мягкая атака, мягким языком. Соединяем каждую нотку за ноткой. Ну, до мажора возьмем с тобой. Давай, сыграем. Сейчас я тоже так делаю все так. Раз, два, три, четыре. Четвертями. Четвертями, четвертями. 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 А ты чувствуешь, что звук разбивается некая нотка? Та-та. Вот этого нельзя допускать. В никаком случае. Попробуй еще раз. И чтобы штрих не пестрый был. У тебя где-то дэташе, где-то ты затыкать. Та-та-та-та-та. Попробуй еще. Та-та-та-та-та. Посмотри, как последний нот. То протяни ее, то закончить надо. Еще раз, давай, возьмем. Теперь возьмем стакката, штрихот стакката, значит, отривиста. Нотка не додержится до конца. И вот там, тат, тат, тат. Давай попробуем. Дожди, темп сразу, смотри, как побежал. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Бегачево, темп один. Там, 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 а ты ускоряешь. Теперь возьмем стакката, значит, выделяя, как колокол бьет, у кого колокол бьет, визу тянется, нотка задерживается до конца. Попробуем. Только не торопись, в одном темпе нотки не раздувают. Выделяйте, каждую ноту выделяйте акцентом. Сначала нормально было, все с акцентами, но в конце, смотри, как у тебя уже, просто, как даташе пошло. Все, гаммочкой туда и назад идет с акцентами марката. Теперь еще раз возьмем кусок и сделаем так, чтобы, как он из звука стреляет, стрела пошла, ровно идет. Чтобы ни туда, ни сюда, чтобы интонация не плавала. Два еще раз. Взять минутку, соль. Держи, держи. Теперь возьмем мицефор, сейчас на пиано идет. Теперь на мицефор, ты будешь считать до шести, да? Попробуем еще немножко. Два, три, четыре, пять, шесть. Теперь форто возьмем. Форто. Теперь давай попробуем гаммочку сыграть. На лигато. До мажор, на лигато. Нотки также будут в хит, только связаны, да? Легато связано. Значит, до, ре, ми, фа. Давай. Давай. А это надо, смотри, как плывет в концу вообще. И ошибка у тебя. Пальчики вот так. Говорила тебе? Тема нашего урока работа на швихами и динамиками. В пьесе «Богата жених». Так, ну Андрей, видишь, сразу стоит штрих. В пятом такте штрих Марката. Как он приводится? Выделяю. Выделяю. И в остальных тактах стоит штрих Дитоше. Отделяю. Правильно. Значит, штрих Марката нужно играть твердой, ясной атакой, четкой. При этом начало нужно выделить, а конец звука – сферу. Это напоминает удар колокола, как колокол был. Давай еще раз. Первые два звука – фа и соль. Намрка-тэ. Еще раз. Так. Начало акцентировано. Еще раз. Еще раз сыграть давай. Конец – филиру. Еще раз. Еще раз. Так. Теперь дальше Дитоше. Так. Здесь Дитоше играть также ясно, четкой атакой, неразначенной. Дитоше, но в отличие от Марката, надо играть ровно звук. Без филировок, без всего. Давай еще раз. Сыграй ровно. Так. Теперь все. Приложим. Не получилось Марката. Еще раз. Еще раз. Так. Фа, соль, ля, до, до, си, ля, до, до, си. Получается. Но уже нет. Нужно. Фа, соль, ля, до, до, си. Делаю упор на первой доле. Ля, до, до, си, ля, до, до, си. Представь, как будто здесь Титошник. Акцент. Небольшой, но акцентик. Чтоб первая доля была громче, чем вторая. Первую долю выделяешь, вторую так же продолжаешь выделять. Вторую надо маленько убрать. Чуть-чуть. Ля, до, 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 си. Чуточку убрать. Еще раз. Так, дальше это так. Тоже самое. Так, теперь вот это все. Еще раз. Все продолжение в целом. Следующее продолжение на полностью повторяться по тексту. Но тут меняются штрихи, меняется динамика. Штрихи остаются только Титоши, маркад убирается. Вот, динамика. В первом предложении стоит имеется форта, во втором предложении стоит форта. Разница большая, Андрей, покажи. Так, пока играл первое предложение, забыл, о чем говорили раньше. Вторую долю выделяешь. Не забудь. Еще раз. Давай. Пиано, это не значит, что нужно совсем запианиститься, и чтобы тебя не было слышно. Чтобы показать контраст между мецфортом и пиано, сыграем мецфортом громче. Пиано так же на дыхании, на ампертое. Давай еще раз. Мецфортом громче. Пиано. Пиано. Еще раз мецфортом. Стрихи не забывай. Маркадо и деташе. Первое предложение. Маркадо. Опять сейчас забыл. И вторая доля у тебя опять выделяется. Уясни просто. Мысленно поставь для себя акцент на первую долю. Фа, соль, ля, ду, си, ля, ду, си, ля, ля, соль, соль, фа. Давай еще раз. Теперь получается так. Мецфортом. Это как? Объясни мне разницу между пиано и мецфортом. Сколько это туда идет? Мецфортом, а так? И дальше мецфортом. У нас два вида еще динамики остается. Разница, чтобы была. Разница большая. Как между черным и между белым. Делать так, чтобы у тебя сначале, ты первый предложение проиграл, как будто ты идешь в полюс, спел какую-то. И вот тебе их отдают. Пиано что? Вот как это точности повторяется, как только убираются штреки и маккаты. Давай еще. Теперь не получилось опять маркаты. Давай еще раз. Звук фа и звук соль. Маккаты. Еще раз. Как звук кулакла. Раз удар и филировочка. Давай сначала один фа. Удар. Теперь соль. Без подъездов. Еще раз. Удар. Не уезжай. Еще раз. Фа соль. Теперь фа соль. Вместе. Теперь все вместе. Теперь все вместе. Меце, форте и пиано. Подожди, не спеши. Меце, форте и пиано. Пойдемте, покажи. Тема урока. Работа над произведением. На примере минуэта Гайден. Давай посыгаем. Пойдемте, погодчик. Пойдемте, пог Boо,chte. Пойдемте. Пойдемте. Спасибо. Теперь давай его разберём. Этот минуэт включает в себя три предложения. Первое и третье предложения – они одинаковы. Третье предложение – это реприза. Второе предложение отличается по характеру и динамикой. Сыграй, пожалуйста, мне первое предложение. Спасибо. Мне не понравилось то, что ты сыграла динамики. Звук такой тихий был, надо немножко поярче играть. Это предложение также состоит из нескольких мотивчиков. Давай над ним поработаем. Сюда, пожалуйста, первый мотивчик. Правильно, спасибо. Вот первые две восьмушки – они идут на слабую долю. Их нужно привести к первой ноте до. На них не уделяй слишком много внимания. Не садись. На повторяющихся нотках нужно сделать крещендо для того, чтобы подойти к кульминации. И дальше еще раз повторяем. Динамик. Молодец. Вот на этой нотке до мне нужно делать динамик для того, чтобы сделать скачок. Видишь? До, фа, ля. Давай прямо поработаем над этим скачком. Просто сыграй четвертями. До, фа, 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 ля. Еще раз. До, фа, ля. Вот, хорошо. Следи за интонацией. Давай еще раз сыграем эту фразу. Вот. Слышу у тебя интонации окончательно плывет. Его нужно не обрывать, а сделать круглым, да? Округленным. Прямо вот синий, ля. Хорошо. Следующая фраза начинается на той же динамике, как закончилась первая фраза, да? Чтобы сделать крещендо. Единое потом. Вот так и сыграй вторую фразу. Спасибо. Вот идет у тебя восходящая линия, да? Не нужно дробить. Ее нужно сделать, соединить, сделать как одно целое. И поровнее хотелось бы крещендо, да? К нотам до и ре. И то же ровно динаме ре. Во еще. Больше нам добавились звучности. Слава. Хорошо. Теперь давай его соединим. Соединим эти две фразы. И не забудь, что нужно куда привести, как у фраз, да? Штрихи северные и динамической оттенки. Хорошо. Первые два звука провалились, не было начала. Молодец. Хорошо была первая фраза с экраном на крещендо, а во второй фразе хотелось бы больше сделать, да, крещендо, чтобы вышла кульминация этой же всего предложения. Вот еще раз. Давай собираем вторую фразу. Надо, чтобы все звуки прозвучали, чтобы не пролетали. Давайте теперь поработаем над вторым предложением. Как я уже говорила, она отличается по динамике. Вот здесь большое разнообразие. Правильно. Второе предложение также начинается из атакта. Как я уже говорила, не надо садиться и уделить внимание этим мотком. Давайте покажу, как она целяет. Нужно вот эту ноту сон продолжать, чтобы была одна акцевая линия, чтобы не было рывков. Доми нужно отпускать. Слышишь за интонацией средней, чтобы окончание было округленное. И вот ля, соль, соль, и ты его обрываешь. Такое же круглое окончание. И продолжение, линия продолжается. Представь, что вот веревочка и нотки, это как узелки, ровные узелки, чтобы не было никаких скачков. Вот еще раз. Слышишь же до, нотка прямо вылезла, да? Вот, ну, не ставят, что-то не было. И давай сделаем ритминуты на последних вот этих трех нотках. Си, ре, до. Хорошо? Сыграй, пожалуйста, вот отсюда. Вот, до, си. Неровные, да? Послушай. Последние, да? До возни поярче, это уже лицефорка. Вот, хорошо. Дальше ты берешь хороший вдох, да? И, как я уже говорила, третье предложение, но повторяется первое. Вот, давай соединим второе предложение и третье. Максим, сегодня я тебя ознакомлю с упражнениями, которые направлены на развитие дыхания. Ну, давай, первое упражнение. Чтобы хорошо развивалось все дыхание, нужно всегда самостоятельно, каждый день, с утра, там, вечером, заниматься длинными нотами. Вот, как в этом упражнении. Какие ноты, длительности? Здесь? Целые, целые. Ну, это, целые ноты. Вот. Чтобы каждую ноту надо играть, на полном дыхании, каждую ноту. Вот, давай сейчас попробуем. Вот, в какой тональной сейчас написано это упражнение? Фа-мажор. Фа-мажор. Вот. Приключи себе му. Ну, давай попробуем. Первую нотку взять. Позьми. Слышишь, у тебя сейчас литонация плавала? Угу. Вот. Добивайся сразу. И, чтобы это, сразу тебе скажу, вот, динамические оттенки сразу, начнём с динамических оттенков с тобой. Начинается с пиано и заканчивается на форте. Пиано-форте, пиано-форте. Тебя же интонация, дай, Баруси. Да, да, да. И следи, чтобы у тебя интонация не плавала. У-у-у-у-у. Вот такая вот, чтобы не было у тебя. Ну, давай попробуй. Вот сейчас какая ошибка у тебя была при вступлении ноты? Да, правильно, без атаки. У тебя какая-то получилась смазанная атака. Сделай так, чтобы было чётко. Та-а-а. Та-а-а. Так вот. Так вот. А теперь я сейчас буду при ключе... Сколько? Четыре четверти, да? Четыре четверти размер. Ой, давай я сейчас тебе буду тактировать. Медленно на четыре четверти и ты играй сразу, не забудь, начинается с пиано, вот даже я тебя сейчас напою. Так, вот так, хорошо, давай попробуй. Следующий ноток. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Так, мол, подожди. Следи, чтобы у тебя еще четкая была. Та, а не тра, там у тебя как-то получается. Так, еще я тебе расскажу, так, вот ты сейчас дыхание куда берешь? А большая часть у тебя куда попадает? В грудь. Вот, видишь, это неправильно. Вот возьми сейчас дыхание. Как ты берешь дыхание? Без инструмента только. Вообще? Да, без инструмента. Ну вот сейчас, без инструмента только возьми дыхание. Куда ты берешь? О, видишь? Взял, о, в грудь. А надо как? Набрать всегда вот сюда, нижнюю часть легких. Еще, как говорится, живот. Потому что есть три типа дыхания. Это грудной здесь, брюшной и смешанный, да, правильно. Видишь, помнишь? Это смешанный, это означает, что у тебя и грудной, и брюшной практически одновременно. Ну, в основном используй брюшной тип дыхания. Ну, там, помнишь, там смешанный. Но грудной никогда не бери. Вот так вот. Вот сейчас, попробуй сейчас взять вот сюда. И с инструментом. Подними и руки, руки. Правильно. И голову приподними. Вот. Круто. Давай вот сначала. Я посмотрю, как у тебя дыхание. Так. Вот сейчас ты правильно сделал. Угу. Так. Ну, что надо с тобой еще сделать? Вот чтобы у тебя, у тебя сила и гибкость дыхания, надо вот развивать, да, сила и гибкость дыхания. При этом что надо сделать? Необходимо. Чтобы выработалась эта сила и гибкость. Надо всегда, каждый день заниматься длинными нотами на динамику. Динамика, динамика. Возьмешь там нотку. Пиано, да? На пиано сыграешь нотку, да? Потом возьмешь на форте. На форте. И также разные интервалы. Вот. Так же. Так. Ну что, давай тогда мы сейчас с тобой попробуем еще разочек. С два. Ну вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шестого такта. Где мы с тобой становились. Начинается как? С форта. На форту. Постепенно. 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 На пиано. На ду. Раз, два, четыре. Ту. Слышишь, не получилось. Вот сейчас давайте. Я сыграю. Вот с окефа. Угу. Вот так вот примерно. Начинает мне фото, да, чётко так, следит чётко, вот. Звучит музыка. Вот, правильно. Вот ещё у тебя одна ошибка. Когда ты руки... Никогда не прислоняй руки к телу. Всегда делай, чтобы у тебя полукруглый. И за руками следи, чтобы у тебя были так полукруглые. Вот так, да. А то у тебя вот так вот получается. Потом вот сам поймёшь, когда будешь играть технические места, ты просто не сможешь сыграть. Так. Ну что, давай тогда мы сейчас начнём вот... Видишь, уже выше, уже до нотки Си. Самая высокая здесь нотка была Фа, теперь уже до нотки Си, Си-бемоль. Давай попробуем. Начинаю с нотки Фа, постепенно, постепенно. Фа, со, ля, си... Ну, это секунды только не стоит. Давай, попробуй. Атака, атака. 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 Ну ладно, подожди, хватит. Вот сейчас видишь, опять не следишь. Следи за другой. Так. Ну давай, я сейчас опять сыграю. Подожди. Чтобы тебе было это пояснение. И перед каждой нотой бери дыхание, чтобы тебе хватило хорошо. Чтобы и динамически сразу плавно у тебя поднималась динамика. И всё. А то у тебя получается... А ты постарайся, чтобы у тебя плавно, динамически было. Сейчас покажу. Вот так, например. Субтитры создавал DimaTorzok